Эмоционально, они там попрыгают по сцене, они купят. А логические, как бы, ну, 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 попрыгал. А логические, а если вы показываете формулы, таблички, схемы, они такие, урмонных кайфистов, хоть кто-то нормальный смог системно предназвести. Вот, поэтому, за то, что здесь, системные люди покупают у системных людей, не системные люди покупают тоже у системных людей, а не у системных не покупает никто. Поэтому все, что можно систематизировать, причем самое смешное, что когда мы создавали предыдущую презентацию одного спикера, я ему говорю, давай, вот всю презу поставим, шаг один, шаг два, шаг два, случилось 13 шагов. Мы вообще презентацию не меняли, просто шаги вставили, и у него конверсия увеличилась. Просто потому, что у человека был пол, у него все стабильно, раз, два, три по полочкам, прикольно. Поэтому, все, что можно систематизировать ваши технологии, делайте. Причем, я вообще рекомендую взять ваш продукт полностью, вот всю вашу услугу, как вы делаете, вот есть там точка А, вот тут у нее ста, вот с чего приходит клиент, и вот есть точка Б, и, соответственно, вот к чему он придет. И дальше я рекомендую вам взять и просто листы бумаги разложить на полу, взять там 8-12 листов и полностью описать то, что чувствует клиент, какие у него есть ресурсы на текущем моменте и, соответственно, какие у него проблемы есть на текущем моменте, чего он боится. Это шаг 1, точка А. Следующий шаг, это точка А2. Что здесь у него на текущем моменте, вот он нормально начал работать, в первом шаге, что он чувствует у него проблемы и так далее. Точка А3. И когда вы полностью пройдете все эти шаги, у вас будет полностью понимание, какие он проблемы может испытывать. И когда вы будете презентовать свой продукт и покажете ему каждый шаг, что с ним будет происходить в этой ситуации, он не будет у вас убить, у вас нет. Потому что у вас настолько все детально расписано, что никто так никогда не расписывал. И то же самое, это уже неправильно. Вы задаете сначала в точку Б, и какой был предыдущий шаг перед тем, как услуга оказывает? Окей, точка А12. И так далее. И вот если вы делаете технологию в точку А в точку Б, и в точку Б в точку А, у вас досконально прописана ваша технология. Человек точно поймет, что вы будете делать. Потому что в таком случае у нас не покупают. Не создалось доверие. Единственный критерий, почему не купили. А если вы чувствуете доверие? Потому что непонятно, что мы продаем. Потому что большинство людей думает, так это же очевидно. Это вам очевидно, а ваш клиенту не очевидно. А вот чтобы клиенту было очевидно, пропишите его максимально. Тут все, что будет с ними делать внутри. Соответственно, при продаже услуг, это прямо не маска. И даже если при продаже товаров, вы опишите процесс, как было создано производство, как придумывалось модель, это тоже добавит вес. Короче, чем больше человек будет обладать информацией, как которая называется 관�олог. Так это создавалось, причем можно продавать два- одного товара. Это может быть платица, и платица, которое расписанное было, как сделано это платица. Здесь только, как выбирали товар, для этого платица, как выбирали модель этого платица, какие швеи там работали и так далее. Просто платиеbat 멋 monday. как шилипратия, но платья описанная, как она была создана, продается лучше, чем платья неописанная, как она была создана. Понимаете? Все. Потому что шилиппы, ну там реально заморочились, а тут просто платья. Хотя все то же самое. Поэтому, если вы будете представлять, как это было создано, то, что вы делаете, как это будет создавать, люди будут покупать с большим интересом. Так что очень важно конкретизировать. Например, ваш инструмент может быть звучать с помощью хороографии, с помощью недвижимости, или с помощью золотой футбольки и так далее. Соответственно, у вас должен быть какой-то характерный инструмент. Поэтому подумайте сейчас и расскажите, пожалуйста, вашему партнеру, за счет чего вы дадите результат ему. Давайте, минуту отдаю. Еще раз сказать инструмент. Расскажите, за счет чего человек получит результат? За счет какого вашего суперинструмента? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Сколько вам поделите? Сколько пунктов? Выпишите все, которые я вам помогу. Да, хорошо. Закругляемся. Давайте, что продаете? Результат какой? Результат развития. Я думаю, вы, может быть, позже. Вы пришли в хорошем настроении. Нет, просто космонтология, хорошее настроение. Мне кажется, там вылететь на воложеных на 10 лет. Это такой результат. И... Своя? 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 Ну да, это сложнее, глядя лучше. И... Я понимаю, просто смотрите, лучше... То есть... У вас, которая какая? Девушка хочет выглядеть красивее или моложе? Ну, красивее и моложе. Соответственно, вот ты будешь выглядеть моложе, а дальше... Ну, вот. Например, омоложение на минус 5 лет, например. Это, например, может быть в вашем клиентаре. Минус 10 лет, может быть, в вашем клиентаре. Вот. То есть, опять-таки, это лучше располагаться. Да. Ну, ради чего? Доволься, вот она идет, вот страдать ради чего. Потому что, если вам в миску судьи, это страдать. Нет. Нет? Нет? Нет. Я не знаю, куда это. Если подрешли на массаж, то же не стоит. А, ну, ладно. Нет. Я буду смотреть с вас на полотенце. Да. То есть, эмоции уже страдают. В общем, я написала... В общем, я написала... За счет комплекс с диагностикой кожи, за счет нормальной домашнике, с антички, за счет индивидуального комфора домашнего ухода, и индивидуального комфорта... Да, давайте, вот смотрите, вот... Что-то одно, самое какое-то... Вау! Вообще чего они получают результат, на самом деле? Если все вычеркнуть, самое главное, что? Извидиального подбора... Подбора чего? В комплексе под зимой и домашнего дома. А что за под зимой самое-самое? Ваши стеусы, все измён. Сморожки, пожалуйста. Весьмён. Весьмён. Весьмён разный бывает... Весьмён с аптодийск. Весьмён с аптодийск. Какую вы хотите подать? Я хотела подать... Ну, какая она нам лучшую результат? Да. Весьмён с аптодийск. Весьмён. Весьмён с аптодийск. Но может быть минус 10 лет за счет пилинга по нашей уникальной технологии. Гладкая кожа без морщин, без уколов и т.д. Зараз нахуй гладкая кожа без морщин за счет демонационного пили. Вы что обсуждаете? Если кислотам подойдет к бездраве, а дальше человек получает свой кастом эксперимент и привозрачает заявление, поэтому кислотология – не конечный эффект. В зависимости от цели, если человек по рамке это прийти и попробует, то тогда это в целом разбираем. Под каждую услугу можно заработать оффер. У вас же много услуг, значит под каждую услугу надо зарабатывать оффер. Не отрезано, что здесь? Ага. Ну вообще, да, под каждую услугу, да что бы это отрезано. Потому что у каждого человек свою проблему. Да. Так вот, чем сложнее услуга, тем точнее должен быть опер по каждой. Сегментация. 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 Попробуем? Сегментация. Сегментация. Так, а что еще раз, что продаете? Результаты. Результаты. Респокойствие завтрашнего дня. Биллиард в будущем продаже компании, или компании, которую можно легко оставить на связи с детям. Я о чем-то работал сам. Ну это вы не всегда. Окей. Тогда это вы продаете? Да, что вы продаете? Участие в клубе. Участие в клубе. Участие в клубе. Все понятно. Участие в клубе. Ну то есть вы продаете в клубе, правильно? Да. Отлично. Вы спрашиваете людей, почему они у вас покупают? Что отвечают? Отвечают. Почему вы купили клуб? Отлично. Я бы сумела за синий брат и за внешний вид, лицо. Ну я в первый раз скажу человеку, честно. Ага. Но я бы купила за риску, отлично, сильно. Вот я бы еще раз говорила, отлично. Я понял. Ну... Офер, бою лицо не видит? Ну, смотрите, я понял. Ну, я продаю сообщество. Соответственно, результат сообщества какой? То есть люди идут за сообщество для чего? Для того, чтобы продать свои услуги, например. И также люди идут сообщество для того, чтобы потусить. Это тоже такие есть. Есть, соответственно, те идут сообщества для того, чтобы стать лучшим в этом сообществе. Ну, типа, знать, что я номер один. Многие тут тоже доказают, что я самый классный. Вот. И кто-то идет сообщество, если это VIP-сообщество? Что-то типа панталасы. Или так высоко. Да. Или панталасы в этом сообществе. Соответственно, надо понимать, ваша ключевая оценка, которую вы закладываете в эту сообщество какая? Ну, развитие ресурсов. Там, чем вы делите, там. Отлично. То есть, средний тогда результат людей, которые вступили в ваше сообщество. Какой? То есть развитие бизнеса, но он подразумевает, что становится денег больше. Что? Средний результат? Средний результат такой? Ну да. Например, человек пришел и будет два раза за год. Минимум почти 4% устава. Ежемесячный рост доходов на 10%. За полгода где-то? За полгода 9 месяцев. За полгода на сколько? На 30%. На 30%. Вот, ваш оффер на 30% за полгода. За счет сильного окружения, много контактов и, ну да, сильного ощущения контактов. Да. За счет членов в клубе. Типа вы сделаете 30% за 6 месяцев за счет членов в клубе. Это понятно. Потому что есть разные клубы. Потому что, друзья, клуб 500 идут понтоваться и побухать. Вот. То есть надо понимать, какая ценность клуба. А? Я думал. Ну, там в целом так, да. За счет членов в клубе. За счет того, что мы показываем все это. Так, нет. Членов в клубе. За счет того, что мы показываем все это. Так, нет. Мы для членов, для членов нашего клуба, да, делимся инструментами по систематизации, которые только отдают. Это скучно. Скучно. Продавать. Знаете, вот все, кто приходит ко мне и говорит, Валерий, я продаю систематизацию. Я говорю, забудь это слово вообще просто. Да, это ужасное слово для продажи. Систематизация бизнеса. Вообще никогда не говорите его. Большинство людей в театре, а можно без систематизации, без 40%? Да. Это привлекает. Да. Но, когда это уже доходит до дела, это отталкивает. Ааа. Люди любят систематизацию людей, но заниматься систематизацией одними людей. А. 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 Вот и все. Поэтому за счет сильных контактов и в нашем клубе это сильные люди, которые выстроят систему вашего бизнеса. Например, вот так вот, которые вам сделают. А типа, вам не надо ничего делать, они за вас не делают. А. В том случае, если дай мне, то следует доказать. А. 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 Соответственно, я получаю клиентов с теплым трафиком, ни разу в жизни не пробовал холодное, не получается зарабатывать, в заражениях холодный трафик не работает. Соответственно, клиенту важно показать, что вы будете ведете конкретного результата. Например, даже если вы проекты боитесь создавать. То есть у меня есть часть аудитории, которые говорят, вот ты такой родился, ты умеешь классно выступать на вебинарах и так далее. Я говорю, почему, что я раньше за них был и знал, что мы с людьми разговариваем. Я показываю видео, когда я просто упал так, чтобы просто перекреститься и уйти. И это прекрасно, что человек говорит, вот так может быть. И вот у меня есть девушка, она страдала тем, что она как аутсайдер. Монус заторможенности. И я бросил себе вызов на то, что я даже ее научу выступать. Через 30 дней вышел человек, который выступал так, что мы все сидели и ревелили. То есть реальная трансформация, это возможно. Соответственно, здесь я опять беру даже если вы интровергиваете продавать. Что в вашем случае будет вот этого даже? В ваш разном салоне даже если вы никогда не занимались бизнесом. Потому что самый большой страх, а что я никогда не занимался бизнесом? Я говорю, хорошо, что я продаю. Вот что у вас? Например, даже если вы перепробовали всех косметологов и вам ничего не помогло. Или даже если вы пробовали инвестировать и потеряли свои деньги. Вот какой был негативный опыт или какой самый большой страх у людей для того, чтобы обойти? Или, например, даже если вы встречали клуб, который там... Или, например, вот если вы продаете клуб, даже если вы... Вот какое возражение у вас? Почему они к вам не идут? Почему они к вам не идут? Почему они к вам не идут? Ну нет, просто не знаю, если бы нам не хорошо. А, вот все закрылись, поняли. Я не знаю, у меня просто вы их не считаете. Ну вот, надо... Соответственно, надо понимать, почему они не идут. Самая основная. Почему могут не идти в бизнес-кул? Потому что они могут не идти в ценности. Почему? Потому что а вдруг там никто не понравится. Вот. То есть надо прокопаться, почему люди не идут. А? Плохо земляй на себе. Это моя обратная связь. Ну... Слезяйте о себе. Нет, ну... Плохо слышно. Это мой данный. Ну, вот... По поводу управителя. Вот то, что вы продаете. Как раз плюс 30% за 6 месяцев. Соответственно, за счет... Ну, за счет сильных скетчеров наших... За счет сильных контактов. Даже если вы... Даже если вы... Даже если вы... Даже если вы... Тут я про симфтизацию добавил. О том, что даже если вы не самый системный человек. То есть... Вы такое даже написали. Даже если вы не системный. Да. Например, даже... Да. Даже если ты на всю голову поршеский предприниматель, он может тебе это вылезти. Из системного бизнеса. То есть... Там люди больше всего... Или, например, для ассистентов. Это прям топ. Даже если вы... Даже если всех, кого вы до этого нанимали, были дебилы. Ну, грубо говоря. Потому что большинство людей, которые нанимают, они не умеют ставить задачи, и считают, что это дебилы, они ничего не понимают. Вот. А по факту просто задачи ставят на меня. Поэтому здесь вот... Даже если вы вокруг, вы считаете всех дебилами. Это... Да, не нормальный дофер. Мы подберем ассистента, который освободил вам 4 часа апель, даже если вы считаете, что вокруг все дебилы. Вот. Вполне понятно. Вот. Я сам стартался, знаю, что это все нормально. Как бы мы не подходились. Здесь подумайте, что у вас может быть ключевым возражением. И давайте тоже допишем в дофер. То есть каждый из вас сейчас проговорите, что является ключевым возражением, возьмите обратную связь у вашего партнера, и это нам нужно будет писать. Понятно? Непонятно. Смотрите. Вот. Мы продаем салон красоты человеку, который не занимается бизнесом. Возражение не занимается бизнесом, будет проговориться. Соответственно, смотрите, вот вы еще что продаете? Какую? Активой сервис. Активой сервис. Активой сервис. Там услугу, вы делаете кайкаточки. Ну, и кайкаточки. Отлично. Какое есть возражение, что у меня есть мастер уже, типа я к вам не пойду. У меня есть старт, который вы делаете хорошо. Я к вам не пойду. Или какое есть возражение? Почему вы поработаете? Почему вы поработаете? Вы мне нольче смортите. Ну, там… У нас разрешений нет. Ну, главное. Тут все такие классные, все хорошо. Ну, это я про секретные, не знаю. Ну, у вас… Ну, например… Ну, например… Не, ну, можно порассуждать. Ну, порассуждать, да. Даже… Типа мы… Мы сделаем лучшие ноготочки в Казани, даже если… У вас там… Вы можете написать, что мы сделаем лучшие ноготочки или вернем их деньги? Можно так? Да. Ну… Ну… Мы ничего не вернем, мы сделаем лучшие ноготочки. Ну, на самом деле, можно было бы создать лучшие за счет этого. Ну, ладно. Ну, тут, короче, надо найти за счет… Почему они импульсом? Мне кажется, они идут потому, что есть свой мастер, и они у вас ничего не знают. То есть… Какие-то еще… Какие-то интересные. Я сам привык, свои нотяги ухожу. Какие-то интересные. Какие-то интересные. Окей. А… Давайте еще раз посмотрим. Какие еще есть выражения? Да. Почему у вас не покупают? А… Я думаю, что они с вами должны записаться. Отлично. Вот. Можете еще… Да. Много выражения, что даже если у вас есть свой мастер-мастер, да, то есть… А как через мастер-мастер? А… Там человек вводит, там 5 лет. Почему он должен прийти, у кого нет? Ну… Давайте так. Почему… Вот… Возьмем услугу, например, омоложения. Здесь… Я бы работал с теми, у кого… Например, дальше есть у вас проблемная кожа, и там… Вам ничего не помогло. Я бы так пошел. Нет. Я сейчас про то, что происходит, если человек не снизу продавал. Ну, такое бывает. А… Ну, это… Ну… Может, он преданный человек. Я вот хожу, когда он перехватил, уже 5 лет. Если меня не перегонишь, ты куда? Я перееду в Питя, отказать никому не поеду. Поеду в Питя. Вот. А… А… Здесь… Потому что… Я здесь боюсь, что не используют, как бы, это… потому что многие боятся, что сделают хуже. А… Как ваше такое возражение? Ну, ваше возражение… Ну, ваше возражение… Никак не отработает. Я… Такое бывает. Я говорю, нормальное. Бывает. Возражение, что если вы мастер, я никуда не пойду, то, если вы мастер больше не можете. Вот. А можно вопрос? Вот в конце концов, например, насколько целесообразно отдавать такой оффер, объясню почему. Потому что, если я, допустим, не сказала там, даже если вам кажется, это там слишком сложно и долго, наверное, сделаем там быстро и просто. Ну, условно, я сейчас говорю, это такое предложение. А… А на самом деле, я бы не хотела этого обещать, потому что за него я делать не буду, делать будут они. И это будет уже… изменение действий. А гарантировать того, что я действительно делать, сделать не смогу. Я только смогу там, ну, где-то их там, курировать, да, вести, консультировать и так далее. Но за них делать я не могу. И поэтому гарантировать о каких-то изменениях, что действительно там, за три месяца мы выйдем на какой-то результат, вот с кем-то, знаете, выйдем, а с кем-то… Вы не берите, я слова не буду. А? Так вы не берите. Есть жилификационная встреча. А вот там, что… Квалификационная встреча позволяет понять, насколько человек принимает или нет. А еще написание договора о том, что человек обязан ежедневно присылать отчеты. Можно же создать такой картерный договор, в котором, ну, либо… Преусловно, что вы выполняете. Почему вы не начнете? Расскажем, что у людей нет результата, потому что они длинные швозочи. Все. Если поставить человека рядом за трендометом, и если одну ошибку совершает, его расстреляют, то не будет совершать ошибок. Люди просто длинный сволочь. Вот и все. Зачем нужен консалтер, это дятел, который долгает голову, говорит, делай, 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 и он просил. Я в том, что не будет ли это отползать на голову людей, которые сегодня хотят и готовы. Давайте возьмем в общем. Давайте возьмем вас и конкретно составим. Я при себя. Я при себя спрашиваю. Вы что продаете? Консалтер. Консалтер почему? Что вы продаете? Консалтер всегда, ну, по крайней мере, в моем понимании, то есть в бизнесе. Потому что вы конкуртируете бизнес по тем или иным проблемам, узким местам. Какую конкретную проблему вы решаете? Ну, например, вот как все говорят, выйти в собственник не может собирать все руки, потому что он все время занимается текущими. Это проблема, какая у собственника? Слушайте, ну, давайте так. Я уже сейчас, конечно, так глубоко не готова идти. Ну, я в проектной не говорю, что вы не готовы идти глубоко, а мне для того, чтобы решить ответ на ваш вопрос, мне нужна конкретика. Типа ответить на вопрос, я возьму непонятно какой вопрос. Ну, я так не могу. Ну, мы сейчас будем очень долго идти по этой текочке, просто боюсь, что мы потратим кучу времени. Я не боюсь. У меня будет другой вопрос. Какой это будет? Не будет ли это отталкивать людей и не будет оказаться это какой-то, знаете, российский... Что нужно это отталкивать? Например, за три месяца вы выйдете из операционки. Это не отталкивает. Вот тот, который сейчас на экране, не отталкивает. Я просто читаю сейчас этот оффер и пытаюсь это делать под свой. Да. И люди не хотят выйти из операционки. Люди хотят зарабатывать те же самые деньги, работая в два раза меньше. творчество операционок. А? Они не понимают, что они говорят. Люди не думают перед словом я хочу выйти из операционки. Они думают о том, где за два часа до конечной жизни. Поспать? Да. Я хочу поспать. Вот если бы они так думали, это было бы здорово. Они иногда говорят, вот как мне выйти из операционки? А наоборот, надо поменять. Как мне свои там... Секретный вопрос. Вы спросите, а как это выйти из операционки? Что в твоей жизни произойдет, если ты выйдешь из операционки? Надо обучать своих клиентов думать. Они где-то, как ты знаешь, заразились словом выйти из операционки. Но вы сначала надо выйти или побыть из операционки, а не надо войти. Значит, спасибо. Вот. Или заразили где-то другие коучи, которые подавали. Да. Потому что у многих эта операционка даже не высыпает. Вот. А можно выйти? Чтобы с нее выйти? Да нет. Ну факт. Многие хотят выйти из операционки и приходят, покажем, что там вообще не было. Спасибо.